Всем привет! Меня зовут Ольга Рохас, и сегодня в этом видео мне бы хотелось поделиться с вами семью правилами, которые помогут вам выучить иностранный язык за максимально короткое время. Я разговариваю в своей ежедневной жизни на русском, английском и испанских языках. Русский мне достался от папы с мамой, английский – школа университета, испанский я выучила самостоятельно с семьей мужа и просто находясь в среде, и немецкий был выучен мной в университете. На самом деле, когда я ставлю себя на ваше место, человек, который только начинает свое обучение иностранному языку, или, возможно, он застрял на каком-то этапе, мне кажется, это видео я записываю для себя той самой Оли, которая была 20 лет назад, и мне кажется, мне так не хватало этого видео слышать и сфокусироваться на самом главном. Итак, первое правило – учи правильные слова. Когда мы начинаем изучение иностранного языка, мы начинаем сразу же ссылаться на свою плохую память, на отсутствие времени, ой, что-то я тут забыл, моя память вообще, я не предрасположен к языкам. На самом деле, это все полная чушь, потому что нужно понимать, что, в принципе, в жизни у нас действует практически во всем такой принцип, который называется принцип Паретто. Причем гласит этот принцип, что 20% наших усилий приносят нам остальные 80% результата. Поэтому, если мы сконцентрируемся на тех 20% и сделаем те 20% особенно качественно, то в таком случае 80% результата к нам придет автоматически. Здесь самый сложный вопрос – понять, в чем же заключаются эти 20% изучения иностранного языка. Но, как минимум, мы должны сконцентрироваться на самых распространенных словах, например, английского языка. На самом деле, каждый язык, он имеет достаточно ограниченное количество слов, которые реально используются ежедневно. А уже остальные слова – это некоторые нюансы. Чтобы поддержать обычный разговор или прочитать достаточно среднего сложности текст, вам примерно нужно знать 300 слов самых распространенных на английском языке, что составляет почти 65% написанных всех текстов. Представляете, вы выучиваете 300 слов, и вы уже можете прочитать, понять и даже поговорить на этом языке. Поэтому очень важно знать правильные слова. Второе правило гласит о том, что ты начинаешь изучение языка уже не с нуля. В любом случае, в нашем головном мозге уже есть первый язык – это твой родной язык. Например, скорее всего, если ты слушаешь это видео, это твой родной русский язык. И ты уже риски накладываешь на русский, получается. Ты уже много слов на самом деле знаешь. Просто тебе нужно сфокусироваться на вот этих 20% усилий, помнишь, которые мы говорили в первом пункте. Так вот, огромное количество слов, оно взято из латиницы. Огромное количество слов мы имеем в русском языке заимствованных. Поэтому нужно просто их вычленить. Например, такие слова, как civilization, например, такое слово, как discrimination. Все, что имеет суффикс tion, они имеют в русском дискриминация, цивилизация. То же самое, если ты учишь испанский язык, то это будет цивилизацион, дискриминацион. Просто ты изменяешь произношение, но слова на самом деле остаются те же самые. Поэтому если подсчитать таких слов, их огромное количество, если ты заведешь просто в Google и напишешь заимственные слова, и слова по словообразованию с суффиксом таким-то, то тебе высветится целый ряд, и тебе не нужно тратить свое время на изучение новых слов, потому что ты уже их много знаешь. Следующее, третье правило, это используй язык ежедневно. Я знаю, сейчас будет такая большая буря эмоций, потому что многие люди говорят, это просто говорить, когда ты живешь в США, это просто говорить, если ты учишь испанский, ты находишься в Испании. Нет, ребят, на самом деле, всегда есть отговорки, нет времени, я не могу путешествовать, но давайте признаемся честно и посмотрим правде в глаза, мы все живем в 21 веке, и у всех у нас есть интернет. На самом деле, когда ты приезжаешь в страну, в этой стране воздух не наполнен какой-то специальной такой энергией, которая вселяется в тебя, ты дышишь и поглощаешь ты язык. Хочу вас разочаровать, такого не произойдет. Поэтому в любом случае изучение языка – это предпринятые вами усилия. Или где бы вы ни находились, лень изучения языков, они стоят в противоположных углах комнаты. Поэтому виртуальный мир есть у всех нас, интернет есть у каждого из нас дома, ты смотришь это видео, и ты сейчас можешь переключиться и пойти посмотреть какого-нибудь англоговорящего блогера. Только не забудь поставить лайк, я на тебя ни в коем случае не обижусь, наоборот, я прям похлопаю. Здорово, что ты уже начал прямо сейчас. Следующее правило – говорить нужно с первого дня изучения языка. Но здесь очень важно отметить, что если говорение является вашей целью. Про цель мы поговорим немножко чуть попозже, но в целом общение и говорение – это тот самый активный вид речи, в котором вам будет понятно, где ваши пробелы, где вам нужно, что вам нужно обратить внимание. Вы почувствуете, где ваши сильные стороны. Вы можете учить грамматику и учить слова на флеш-картах бесконечно. Вы можете продолжать это делать всю жизнь, но так и никогда не заговорить. Говорение приходит только лишь с практикой. Вам нужно это без конца и края практиковать. И это процесс, который он должен начать, эту привычку вы должны завести прям действительно с первого дня, потому что это привычка. Привычка перешагнуть. Люди очень многие боятся перешагнуть через этот барьер. Но понимаете то, что вы никогда не проснетесь с тем ощущением, вот я сегодня уже готов поговорить с носителем языка. У вас такого никогда не произойдет. А у вас произойдет это уже постфактум, как в русском так и говорится. То есть вы сначала начнете потихоньку-потихоньку говорить, выкручиваться в разговоре, вы будете пытаться подбирать слова, ваш мозг будет изгибаться и где-то дополнять, как-то в общем-то объяснять все это на пальцах. Но рано или поздно с каждым разом ваш разговор будет обретать более сильный и уверенный характер. Поэтому разговаривать однозначно нужно начинать буквально с первого дня, с первой недели изучения иностранного языка. И следующее правило, я в принципе уже начала про него говорить в четвертом правиле, это не бойся делать ошибки. Ошибки это показатель того, что ты развиваешься и что-то делаешь. Единственный человек, который не допускает ошибок, это тот человек, который сидит на диване. Он ничего не делает, соответственно, он не делает никаких ошибок. Поэтому ошибки это наше достояние, это результат нашей работы. Ошибки показывают, куда нам нужно направить собственное внимание и время. Ошибки показывают то, что ты достигаешь своей цели постепенно. Это безусловно, познание языка это не процесс, который с тобой случается за один день, как прочитал книгу и заговорил. Поэтому ошибаться, бояться абсолютно не стоит. Если вам проще, напишите письмо себе самому, подбадривающее на бумаге, расставьте все точки над «и» в своей голове. Напишите о том, что ошибки это то, что вам помогает развиваться и делает вас сильнее. Ни один носитель языка никогда не будет смеяться над вашими ошибками. А наоборот, как я знаю уже по своему опыту, что наоборот, человек, который слышит, что другой старается говорить на твоем языке, большое уважение, большое отношение к этому человеку совсем другое меняется. Но представьте сами вы, когда приезжали, допустим, на FIFU, в России очень много туристов, они пытались говорить что-то по-русски. Конечно, вам это было приятно. Вы абсолютно не обращали внимания на ошибки. Но процесс коммуникации, он был. И это самое важное в изучении языка. Следующий, шестой, очень важный пункт это ставьте правильные цели. Что я имею в виду? Когда ты не понимаешь траекторию своего движения, не понимаешь, где конечный пункт, то вот эта траектория, она имеет очень извилистый характер. Это во-первых. Во-вторых, цель всегда должна иметь очень детальный, специфический характер. Если вы ставите себе цель, как многие, скорее всего, уже в конце декабря, в начале января написали, я хочу говорить по-английски, я хочу выучить... Это еще говорите еще в лучшем случае. А скорее всего, чаще всего люди пишут, я хочу выучить английский. Я хочу знать английский. Такое определение, оно очень расплывчато. Что значит вы хотите знать? Вы должны поставить себе конкретную цель. И для этого, в принципе, очень помогают уровни знания английского. Например, я хочу заговорить на английском на уровне intermediate через 3 месяца. Вот эта цель, она более четкая. То есть вы понимаете, что у вас есть какой-то определенный отрезок времени. И когда у нас есть такой отрезок, когда у нас есть дедлайн, то наш мозг так работает, что мы начинаем двигаться гораздо более шустрее. Во-вторых, ты понимаешь, что ты хочешь дойти до уровня intermediate, например. И ты понимаешь, зачем ты это делаешь. Внутри у тебя есть оправдание. Я хочу говорить на уровне intermediate, потому что мне нужно по работе понимать какие-то письма, уметь писать. При путешествии общаться с другими туристами. И я считаю, что мне этого достаточно. Очень важно себе ставить реалистичные, специфические, то есть конкретные цели, которые имеют временные рамки и цели, которые можно разбить на какие-то мини-задачи, шаги, которым мы будем эту цель достигать. Чтобы потом, когда мы так или иначе достигли этой цели, мы себя благодарили, купили что-то себе вкусненькое, сходили куда-то. В общем, сделали что-то себе приятное. Ну и, наверное, последнее правило, которое тоже очень важное, это никогда не останавливайся на изучении одного языка. Почему? Потому что, во-первых, если вы довели, например, язык до какого-то определенного уровня, intermediate, и потом вы его не используете, то вы спускаетесь на уровень ниже. Это первое. В английском есть такое выражение to use it or you lose it. То есть вы используете или вы теряете. То есть нет, это невозможно стоять на одной точке. Постоянно куда-то движение оно будет, либо вверх, либо вниз. Это уже зависит от вас. Во-вторых, когда вы уже знаете один язык, то гораздо проще изучать уже следующий язык. Во-первых, ваша мускула, мистер мозг уже и мистер память, они уже потренированы. Поэтому им каждый следующий шаг дается гораздо быстрее. Вы будете накладывать каждый язык друг на друга, и этот процесс будет проходить более эффективно. Вы уже разберетесь с вот этим функционалом, где эти 20% усилий, которые приносят 80% результата. Единственное, что я хочу здесь отметить, что не забывайте о том, что если мы не довели какой-либо язык, например, до уровня intermediate, и мы начинаем в одно и то же время учить эти два языка, то, скорее всего, это будет нам немного мешать. Я помню просто на себе, я испанский и немецкий учила примерно в одно и то же время, и происходила некая путаница. Поэтому я не рекомендую начинать два языка до того, как вы доведете один из них до intermediate, и даже когда вы его доведете до intermediate, все равно его всегда нужно поддерживать и улучшать. Поэтому изучение языков, это на самом деле такая большая моя страсть, моя большая любовь. Если у вас остались какие-то вопросы, возможно, какие-то рекомендации или пожелания для следующего видео, обязательно напишите их в комментариях. Огромное спасибо, что досмотрел это видео до конца. Подписывайся на мой канал, здесь мы разговариваем иностранных языках, билингвизме, в Нью-Йорке, культуре и других приключениям по имени жизнь. Спасибо огромное и увидимся с тобой в следующем видео. Пока-пока!